МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Марина Рябцева смотрит на любимого сына Лёшу и нарадоваться не может его успехам. Но когда вспоминает начало этого нелёгкого пути, голос её начинает дрожать. Ещё до рождения Лёши врачи озвучили страшный диагноз – врождённая гидроцефалия головного мозга. Срок у меня был 7 месяцев, когда поставили диагноз. То есть мы решали вопрос, как нам, что дальше делать. Знала, что будет трудно и больно, но решение бороться за жизнь уже тогда любимого ребёнка было безоговорочным. На 9-м месяце беременности Марине сделали кесарево. После кесарево сечения ребёнок родился. Мы буквально сколько побыли в реанимации, и нас перевели непосредственно в Минск. Там Марине рассказали о Могилёвском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. К тому времени молодой маме уже казалось, что счастливая жизнь для её семьи закончилась. Но тут в её глазах затеплилась надежда на то, что всё ещё можно изменить. Здесь помимо основных помещений, в которых дети занимаются и играют, есть ещё медицинский блок, бассейн, очень много места для прогулок, специально оборудованных различными верандами. Организован кабинет ПМПК, ранней комплексной помощи. Поэтому всё, что необходимо нашим детям, мы стараемся им здесь предоставить. С этого момента как будто что-то изменилось во мне, говорит Марина. Негативные эмоции уступили место разумным доводам, и появилось много новых вопросов. Что конкретно надо делать и как помочь себе и своему ребёнку. Долго не раздумывая, Марина с маленьким Лёшей отправились в коррекционный центр. Мы приехали, я посмотрела непосредственно условия, то есть понравилась обстановка, вот это вот то, что лес, свежий воздух, то есть нет вот этой вот загромождённости в городе, когда вот эта вот вся суета. Оказалось, что главное условие успеха коррекционной работы это индивидуальный подход к каждому ребёнку и к каждому диагнозу. Поэтому Марине с маленьким Лёшей предстояло пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Только доскональное изучение ситуации помогает разработать эффективный план работы с ребёнком. В нашем центре создана психолого-медико-педагогическая комиссия, состав которой формируется из учителей дефектологов, педагогов-психологов, логопедов и врача-психиатра. Психолого-медико-педагогическое обследование проводится с согласием и в непосредственном присутствии законных представителей ребёнка. По заключению комиссии даются рекомендации о дальнейшем обучении воспитания ребёнка, а также определяются оптимальные пути его обучения. Вот это зеркало Гизелла. За ним находится комиссия, которой предстоит определить, так сказать, образовательный маршрут ребёнка. Правда, ребёнок об этом и не догадывается. Он просто играет, чувствует себя вполне комфортно и защищённо, а главное – естественно, что позволяет эффективно работать комиссией. Маша, давай снимем с тобой колечки с пирамидки. Снимай. Бери в ручку. Бери колечко. Снимай. Давай двумя ручками. Снимай и клади. Давай следующее колечко. Клади. Игра, казалось бы, простая, но иногда детям она даётся с трудом. Давай теперь будем одевать пирамидку. По итогам вот такой комиссии Лёше с мамой предложили пройти раннюю комплексную помощь. На этих занятиях Лёша получал свой первый опыт общения, взаимодействия с другими детьми. А его мама Марина впервые за долгое время получила возможность говорить о своём ребёнке и своих переживаниях. Делиться ими с другими родителями, которые не понаслышке знают, что такое растить детей с таким тяжёлым диагнозом. Ранняя помощь – это помощь детям от рождения до трёх лет. Цель ранней помощи – это как можно раньше выявить ребёнка с особенностями психофизического развития, обследовать его и оказать комплексную психолого-медико-педагогическую помощь. В команду специалистов входят учителя-дефектологи, педагог-психолог, педагог-социальный. Если ребёнок имеет нарушение функции опорно-двигательного аппарата, то обязательно подключается инструктор-методист физической реабилитации, эрготерапевт. Педагоги здесь не только работают с детьми, но и обучают родителей. Рассказывают, как можно организовать занятия с малышом дома и консультируют. Ведь вопросов возникает множество, и не на каждый из таких найдёшь ответ в интернете. Сенсорное, физическое, эмоциональное, речевое и социальное развитие ребёнка. В этом центре занятия проводят по многим направлениям. Для каждого ребёнка есть своя индивидуальная программа. На основании вот этой программы ведутся коррекционные занятия с использованием различных современных методов, технологий в работе с детьми раннего возраста. Ведь чем раньше начать реабилитацию, тем эффективнее будут эти занятия. Огромное количество детей, которые посещают наш центр, потом идут в обычные дошкольные учреждения. Многие идут в специализированные классы. Но есть дети, которые имеют тяжёлые нарушения, которые переходят потом в дошкольную группу нашего учреждения. Когда Лёше исполнилось три года, вопрос, куда идти дальше, для Марины не стоял. Лёша пошёл в дошкольную группу центров, в которой кроме него обучалось ещё пять детей. К счастью, Марины не было предела, ведь первые результаты реабилитации были в прямом смысле налицо. Мы начали передвигаться самостоятельно. То есть с помощью того, что здесь в центре предусмотрено всё для этого, то есть с помощью детям, то есть здесь получается, что вот у нас пошёл толчок. Такой толчок – это результат кропотливой и слаженной работы коллектива центра. В настоящее время в нём функционируют пять дошкольных групп и специальный класс. Обучение и реабилитацию здесь проходят 34 ребёнка. Если необходимо, малыша бесплатно привезут в центр. Здесь же организовано и бесплатное трёхразовое питание. Что же касается материальной базы центра, то он оборудован по последнему слову техники. Здесь есть и музыкальный зал, и бассейн, и тренажёры. Ребёнок здесь не остаётся без занятий. Умеют в этом центре работать и с малышами с аутизмом, и с расстройствами аутического спектра. Все усилия, вообще все, кто работает в нашей группе, направлены на то, чтобы дети стали более самостоятельны, независимы от окружающей жизни. И если вообще посмотреть на нашу группу, то видно, что здесь создана специально адаптированная образовательная среда. Для каждого ребёнка подобрано индивидуальное рабочее место, полочка, стол, стул. Они знают, что это только их место, и здесь они работают. В группе также использованы различные средства альтернативной коммуникации, такие как реальные предметы пиктограммы и фотографии. Например, именно фотографии помогают детям найти свой шкафчик из множества других. Знакомство с окружающим миром, социализация детей-инвалидов – ещё одно важное направление работы центра. Здесь уже стали традиционными выезды в зоосад, конно-спортивный маниш, кинологический центр, а также кукольный театр. На помощь в развитии воспитанников центра направлены все мероприятия. К слову, Лёша не пропускал ни одного и в своей группе выделялся невероятной активностью. Его успехи – это ежедневный, кропотливый труд команды специалистов, считает его мама Марина. Ребёнок занимался с дефектологом. Мы начинали писать, начинали читать. То есть вот эти вот все занятия непосредственно, то, что подготовка нас именно к дальнейшей, уйдя отсюда, чтобы мы могли куда-то пойти дальше. В этом году Лёша Рябцев пошёл в первый класс общеобразовательной школы. За это Марина сегодня всем сердцем благодарит сотрудников центра и практически со слезами на глазах вспоминает, что при рождении её сыну врачи отводили максимум полгода жизни. И если бы не добрые люди на их пути, этого шанса у неё с сыном могло бы и не быть. Наши специалисты центра вопросов нету. Я им очень благодарна. И просто нету моих слов. Именно той благодарности тех людей, которые здесь работают и непосредственно занимаются с нашими детьми. Терпение – это им не занимать тоже, потому что я сама знаю, и даже многие знают, что просто заниматься с детьми – это очень тяжёлый труд. А тем более с такими детьми, которыми нужен индивидуальный какой-то подход и индивидуальное просто вот какое-то вложение в них, это просто-напросто я преклоняюсь перед этими людьми. На сегодняшнем уроке Лёша, аккуратно сидя за школьной партой, прилежно изучает птицы и прекрасно ориентируется в семействе пернатых. Лёша, покажи мне на доске, где у нас нарисованы домашние птицы. Ну вот. Так, кто это? Утки. Гуси, хорошо. Выделяет его и учитель, говорит, трудолюбие Лёше не занимать. Алексея знаю давно, так как ещё будучи её студенткой, проходили практику в центре коррекционном и были как раз в той группе, где был Алексей. На контакт он идёт очень легко. Вот на уроках Человек и Мир, ему он всегда поднимает руку, всегда отвечает. Немного нам не удаётся письмо, так как слабая моторика. На математике считает хорошо, считает вперёд-назад, у нас до десяти проблем с этим нету. Очень общительный, воспитанный мальчик, с ним легко работать. Коммуникабельность Алексея уже помогла ему завести друзей в школе. Маша, ты дружишь с Лёшей? Да. А какой он? Ну, добрый. А ещё? Весёлый. Помогает тебе? Ага. А ты ему помогаешь? Да. А что помогаешь? Всем птицам говорить. То есть подсказываешь на уроках? Да. Молодец. Помогает тебе? Да. В чём? Он мне показывает разных животных. Учёба в школе для Лёши – это совершенно новая и очень интересная страница в жизни. Я понял, что мне надо идти по школьной жизни, надо идти, чтобы стремиться к учёбе. Я хорошо считаю на математике. Я с удовольствием и иду в школу. Ну, я буду каждый день учиться, стараться, стараться и стараться, пока я не научусь. Стремление молодого человека к учёбе помогло ему даже выучить цифры на английском. А мама Лёша нисколько не пожалела, что приняла решение отдать его в обычную школу. Хорошо то, что в самом классе у нас никто не ставит вот этих вот рамок, что даже дети у них нету такого «ты не такой, как мы, и поэтому мы не хотим с тобой дружить, общаться». Вот этого вот нету. Дружественная обстановка в классе рождает и желание учиться и покорять новые вершины его персонального Олимпа. Дети не должны быть закрыты, и закрыты именно в одном своём каком-то мерке, в своём круге. То есть они должны общаться непосредственно со своими сверстниками, со своим окружением, чтобы они могли пройти вот эту вот адаптацию к обыкновенной взрослой нормальной жизни. А уроки, да, делаем, конечно, по очереди, кто-то помогает. С бабушкой мы, конечно, больше буквы. Пока учим, мы изучаем цифры, слоги читаем. Сложности у Лёши пока возникают только с письмом. Слабо развита мелкая моторика, но и с этим мы справимся, уверена мама. Главное – верить в лучшее. Благо, я говорю, по жизни тяжело, трудно. С добрыми людьми по жизни мы встречаемся, и они нам очень сильно помогают. Но, конечно, трудностей будет ещё много. И в обучении, и дальше, и в обосрослении. Это как обыкновенные дети. Ну, конечно, нужно немножко-немножко больше внимания. А так, ну, мы с этими трудностями справимся. Тем более нас окружают всегда очень добрые, хорошие люди. Я думаю, что по жизни это таки останется. Да, Лёша, справимся? Да-да-да, справимся. Я тоже справлюсь. Глядя в глаза Лёши и его мамы, понимая, что всё будет хорошо, ведь залог простого человеческого счастья прост. Нужна чуточка терпения, любви, надежды на будущее и помощи тех, кому твоя судьба не безразлична. Субтитры создавал DimaTorzok